Шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Произошло это в Америке с одним очень старым и богатым евреем. Он знал, что он скоро отдаст жизнь Творцу. По этому поводу он собрал всех своих детей и пригласил юриста. Лежа на постели, он сказал своим детям, вы самое ценное, что у меня есть, самое родное. Поэтому все, что я заработал, я отдаю вам. И попросил юриста подойти ближе и говорит, а для тебя у меня есть работа. Сейчас я выпишу чек на 4 миллиона долларов. Ты возьмешь его и пойдешь в Ешиву. Найдешь хорошей Ешивы, то есть директора, и дашь ему этот чек. Юрист говорит, да, конечно, это все, что я могу для вас исполнить. Он говорит, нет, ты обязательно должен сказать этому человеку, что за эти деньги ты продашь мне место в грядущем мире. Юрист говорит, да, конечно, я отправлюсь. Через 2 дня он умер, отдал жизнь Творцу и юрист направился в Ешиву. Он нашел директора и обратился к нему с той просьбой, которую озвучил ему человек, который его нанял. Он сказал, здравствуйте, вы Рошь Ешивы? Да, я, что у вас случилось? Он говорит, мне сказали вам передать этот чек на 4 миллиона долларов. Он говорит, большое вам спасибо, это человек цадик, в Ешиве всегда нужны деньги, у нас много учеников, большое вам спасибо. Он говорит, да, только он попросил, чтобы вы продали за эти деньги место в грядущем мире. Он говорит, я? Откуда я знаю, есть ли оно у меня? Это может знать только Всевышний. Это я не могу таким вообще, я не могу это произносить, я не могу этим как-то на это влиять. Как это вообще вы такое можете мне говорить? Есть Ашем, это знает только он. Я не могу себе позволить это произносить, это пустословие. Не нужны мне ваши деньги. Два дня назад, когда этот человек умирал, он позвал детей и сказал им кое-что на ухо, прошептал. Через еще несколько дней дети идут в Ешиву, говорят, здравствуйте, мы знаем, что вы не приняли деньги. Наш отец перед смертью сказал, что если вы не возьмете эти деньги, вы очень порядочный человек, и мы принесем вам чек на 8 миллионов долларов, дети исполнили волю Отца. Так давайте же и мы будем исполнять волю Отца, то есть Всевышнего. Мы будем порядочными, как этот Рошь Ешивы. Мы будем надежными и в первую очередь мы будем верны Всевышнему. Благодарю за прослушивание. Браха вацлаха. Всем хорошего дня.